Медитация под открытым небом. В минувшее воскресенье на стадионе Дюдс Лидер прошло массовое мероприятие, посвященное празднованию Международного дня йоги. Профессионалы и новички собрались под открытым небом, чтобы вместе с опытным тренером погрузиться в медитацию и выполнить асаны. Как отмечают организаторы и сотрудники молодежного центра, с каждым годом участников спортивного праздника становится все больше. Добавлю, что День йоги в окружной столице отметили уже в четвертый раз. Футбольный стадион сегодня больше похож на яркую палитру красок. На ковровых дорожках расположились йоги. С вниманием слушаются слова наставника и пытаются повторить каждое движение. Впечатления положительные, непривычная нагрузка с целью новой практики, чего-то нового поиска. Пока нравится. Вы в первый раз пришли? Нет, не в первый. А давно занимаетесь этим? Не, йогой я не занимаюсь, но на это мероприятие хожу. Дать возможность вспомнить йогу, растяжку, которой когда-то занималась. Получить хорошее удовольствие, большое, вернее, удовольствие и хорошее настроение. Всегда, когда занимаешься йогой, приобретаешь для себя что-то новое в жизни. Это вдохновение, это идет жизненная энергия однозначно. Потом это знакомые лица, люди всегда положительные, эмоции тут. В общем, мне йогой нравится заниматься. И обстановка вообще доброжелательная. Спасибо руководителям, которые устраивают такие праздники. Все упражнения выполняются под руководством сертифицированного тренера Надежды Антуфьевой. Йогу она практикует уже 8 лет. Мое направление, оно подразумевает работу с позвоночным столбом в первую очередь. То есть здоровый позвоночный столб, который является основой здоровья. Соответственно, если мы здоровы, у нас хорошее настроение, бодрость духа, энергия неиссякаемая и так далее. Поэтому занимайтесь йогой, приходите, мы всем рады. Как показывает практика прошлых лет, с каждым годом участников массового занятия йогой становится все больше. И в этом огромная заслуга в том числе организаторов, которые активно привлекают жителей округа к массовым мероприятиям, направленным на ведение активного и здорового образа жизни. Когда делаешь мероприятие, хочется видеть какой-то отклик на это. И когда люди за меня спрашивают в начале месяца уже, когда будут мероприятия, то есть уже потихонечку мы их приучили к тому, что такое мероприятие ежегодно. Ну это здорово. Были у нас такие примеры, что после дня йоги приходили к нам в центр, в фитнес-центр у нас лабиринт, да, в городе есть. И туда ребята приходили после йоги, то есть они начинали записываться и ходить там уже практиковать постоянно. Ну то есть каждый возьмет свое, кто-то просто проведет приятное воскресенье, утро, почему нет. А те, кто ребята уже практикуют давно, то безусловно это для них еще один день практики.